Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На страже с дороги. Минздрав России намерен расширить национальный календарь прививок. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о рекордном для региона урожае зерновых в 14 миллионов 700 тысяч тонн. Глава региона отметил, что рекордные показатели – это заслуга аграрии, в которой плотно взаимодействуют с учеными и используют самую современную сельхозтехнику. Это абсолютный рекорд за всю историю региона. Зерновых, колоссовых и зернобобовых культур наши аграрии собрали более 10 миллионов тонн. В семи районах края урожайность зерна превысила 63 центнера с гектара. Кондратьев отметил, что собрано 3,5 миллиона тонн зерновой кукурузы, более 1 миллиона тонн риса. По технической группе культур воловой сбор подсолнечника на Кубани составил более 1 миллиона тонн и сои – 323 тысячи тонн. По данным Краевого минсельхоза, завершается уборка сахарной свеклы. Уже собрано более 9 миллионов тонн свеклокорней, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Оптимизация системы военкоматов, которая проводится в Анапе и Темрюке, после ее завершения никак не скажется на повседневном удобстве жителей города, а также военных, которые приезжают в Анапу в командировку или на отдых. По поводу отметок в отпускных билетах граждан, которые прибывают в Анапу для отдыха, в командировки и так далее. В соответствии с уставом гарнизонной и караульной службы, данные функции уже на сегодняшний день взял на себя начальник гарнизона. И постановка и снятие с учета отпускников уже производится на улице Тургенева в войсковой части. Данная схема останется неизменной после окончания реорганизации. Она проводится по решению военного ведомства. У Анапы и Темрюка будет общий военный комиссариат. В городе-курорте ориентировочно с конца текущего начала следующего года начнет работать военно-учетный стол, где можно будет, например, встать или сняться с воинского учета. Как говорят в военном комиссариате, здесь же, как и раньше, будут вести учет до призывников. Образно говоря, у меня просто-напросто поменяется вывеска. То есть не будет военный комиссариат Анапы, а будет военно-учетный стол Анапы и Анапского района. Вот если гражданин утерял военный билет, либо необходимо ему какую-то справку, допустим, офицеру запаса о разном, о отношении пенсии, пенсионный фонд и так далее, тогда да, тогда надо будет поехать и данные вопросы решать там. В пользу здесь случаям я немного проработал, но с октября месяца здесь, и мне хотелось бы выразить слова благодарности мэрии, должностным лицам мэрии по оказанию помощи, пониманию вопроса воинского учета, пониманию вопроса проведения признанных компаний. Мне было очень приятно с ними работать и искренне говорю, что очень и очень подготовлены специалисты. В России с 2019 года введут вакцинацию от ротовирусной инфекции и ветряной ОСП. Об этом сообщила министра здравоохранения России Вероника Скворцова. Цитирую. «Мы рассматриваем новые шаги в расширении национального календаря прививок. Полностью проработан вопрос в отношении двух направлений – ротовирусная инфекция и ветряная ОСП. В 2017 году этот проект еще не будет запущен. Однако мы готовы рассмотреть этот вопрос с тем, чтобы с 2019 года расширить календарь на два дополнительных компонента», пояснила министр, добавив, что на 2017 год финансирование национального календаря прививок сохранено в полном объеме. В Анапе приводят в порядок бывшие общежития в переулке подстанции. Жители считают, что их дом следует признать аварийным. В администрации говорят, что это невозможно по закону и помогают решать текущие проблемы. Вместе с тем в доме нет управляющих компаний. Его жильцы задолжали за коммунальные услуги около 4 миллионов рублей. «Починить или новый купить?» – в ситуации разбирались наши корреспонденты. Так выглядит вход в один из подъездов в дом номер 4 в переулке подстанции. Окна над дверью нет. Жильцы жалуются на проблемы с внутренними коммуникациями. Зданию уже полвека. Сколько лет трубам неизвестно, но их регулярно прорывает. Среди местных жителей ходят слухи, что дом вот-вот признают аварийным. В городской администрации говорят, что никаких предпосылок для этого нет. «Это обычный пятиэтажный дом. Никогда вопросов о каких-то конструктивных моментах, о несоответствии конструктива здания не возникало. Этот дом не признан аварийным». «Вот так было вот это». Светлана Полунина показывает уровень воды во время проливных дождей, которые прошли этим летом. Дом находится в низине. Чтобы избежать затопления, возле него прокладывают ливневку. Так же, как квартиру неуместно продавать, если отклеились обои и изгнили оконные рамы, дом положено чинить, если целы несущие конструкции. Здесь начали утеплять фасад. Два года назад отремонтировали кровлю, заменили систему отопления. В доме же считают, что земля в самом центре может заинтересовать какого-нибудь застройщика. Тогда взамен они получат новое жилье из расчета метр к метру. Только источники, знакомые с ситуацией, не исключают, что в новом доме история может повториться через 5 или 10 лет. Сегодня задолженность жильцов перед поставщиками тепла, воды и электричества около 4 миллионов рублей. За сравнительно небольшой промежуток времени здесь сменилось сразу несколько управляющих компаний. Не платят. Из-за них мы страдаем. Иногда нам выключают либо газ, либо свет. Бывает так даже. Мы потом по предположению поняли, что те, которые не платили, раскидывают на нас на всех. Дом – бывшее общежитие. Если электросчетчик есть в каждой квартире, то учет расхода воды ведется по общедомовому прибору. Те, кто платят, считают, что к неплательщикам нужно применять жесткие меры. Рядом пятиэтажка, у которой есть управляющая компания. Дом в переулке под станции и общежитие по улице Краснодарской выставлены на тендер для управляющих компаний. Также жители вправе организовать товарищество собственников жилья. Деньги на замену коммуникаций можно взять из фонда капитального ремонта. Правда, для этого, опять же, нужно регулярно платить взносы. Большая часть комнат здесь приватизирована. По закону, сохранность общедомового имущества – коллективная ответственность собственников. Сегодня поздравление с 55-летием принимает наш коллега Сергей Артеменко. Свой юбилей встречает в новой должности главного редактора городской газеты «Анапа». К слову, печатное издание в декабре этого года отметит свое 26-летие. Своим видением дальнейшего развития независимой газеты города-курорта он поделился с нашей съемочной группой. В планах сохранить накопленный опыт, сохранить аудиторию читательскую и сделать газету полезной для наших читателей, чтобы они находили там ответы на свои вопросы, свои нужды. Это какие-то изменения в законодательстве, это какие-то льготы, которые они могут и имеют право получить. В ближайшей перспективе возможно создание или обновление того сайта, который уже существует, для того, чтобы привлечь еще больше аудитории, молодое поколение, чтобы они участвовали в жизни города, помогали ему, интересовались этой жизнью. Уважаемые анапчане и гости курорта. Управление сельского хозяйства городской администрации приглашают руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности ПК и потребителей продукции, предприятий торговли, общественного питания, санаторно-курортного комплекса и бюджетной сферы Абинского, Крымского, Северского районов и Анапы принять участие в ежегодной деловой встрече для обмена информацией о продукции, выпускаемой местным товаропроизводителем и рынке сбыта. В рамках этого мероприятия все жители и гости нашего города приглашаются на ярмарку продукции кубанских предприятий. Состоится мероприятие завтра, 17 ноября в 10.00 в ЦК Родина. Я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте, а я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди, 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.